А вы как достаточно, как мне показалось, ну может быть не точных слов, пренебрежительно, но неодобрительно оказались о газетных рецензиях. Вы считаете, что ваше творчество анализируется с каких-то неневерных позиций, что вас видят не то, что вы хотели бы, чтобы вас видели? Знаете, это, конечно, опасная тема, потому что нам всем хочется какой-то иной справедливости, нам всем кажется, что мы достойны чего-то большего, и в общем все на самом деле мы пребываем в одной и той же иллюзии. С другой стороны, то качество разбора полетов, которое я имел удовольствие читать про свои работы в театре, несколько лет тому назад, сподвигли меня на решение больше не делать этого. То есть не, как сказать, не маяться, не мучиться, не расстраиваться, не требовать от них внутри самого себя какого-то, так сказать, ну хотя бы того, чтобы они пришли и посмотрели спектакль, а не просто писали какую-то очередную заказуху. Или, допустим, один написал, а другой подхватил, и я вижу, как он просто копирует целые абзацы. Понятно, что театральная критика теряет свои позиции и превращается в какое-то, так сказать, ну скорее вот такое вот пространство, вот как раз вот там, где вот, так сказать... Ну да, благосферы, вот эти все, да, сетевые, да, все эти дела. Это такой немножко клуб по интересам, в любом случае, это клуб по интересам, потому что это когорты людей, которые все друг друга знают, и если один крикнул фас, другой в лучшем случае промолчит. Вот, ладно бы этот фас был, так сказать, какой-то, ну по крайней мере подтвержденный какой-то человеческой аналитикой. Короче, я никак к этому не отношусь сейчас, потому что я просто бросил это дело, я перестал трепать себе нервы. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Продолжение следует...